Давайте за стол, ребятишки. Чай попьем. Сколько у вас детей? Прежде чем ответить на этот вопрос, барнаульская многодетная мать Любовь Безматерных задумалась. Много. Сейчас 12. В январе этого года семья официально усыновила Илью и Алису. Родных детей стало 8. Остальные находятся под опекой. Они могли бы официально оформить на себя всех. Но тогда дети лишатся государственной поддержки. Их автоматически удалят из списка очередников на положенную законом жилплощадь. Для нас очень больно и обидно, когда говорят, детей берут ради наживы. Если нормально вести, нормальный образ жизни, если давать детям и отдых, и все, наживы нету. Тех денег, которые получаем, даже не хватает. Но родители не жалуются, сами зарабатывают. И государство неплохо помогает, считают они. За каждого приемного ребенка опекуны получают ежемесячное вознаграждение – 4 тысячи рублей. И пособие на содержание, которое достигает почти 12 тысяч. Сумма варьируется в зависимости от районного коэффициента. По словам председателя общественной организации «Много деток хорошо», законопроект, предложенный столичным министерством, возник не на пустом месте. Всему виной недобросовестные опекуны, которые берут много детей и заставляют их на себя работать. Такие случаи, к сожалению, есть и в Алтайском крае. Мне кажется, это просто непрофессиональный подход в чем-то именно органов опеки. Может быть, спустя рукава, может быть, на авось, а может быть, ладно, ну раз хотят, пусть берут. А на самом деле есть примеры, без названия фамилии, есть примеры, которым я бы не дала детей. Просто не дала бы. И всегда такой вопрос стоит, куда смотрят органы опеки. Сейчас в региональном банке данных детей, оставшихся без попечения родителей, чуть более тысячи. Только в прошлом году, по словам специалистов краевого профильного отдела, 900 ребят обрели семью. Бывает, что приемных детей возвращают обратно в центры для сирот. Но по заверению чиновников, причины в основном уважительные. Например, болезнь или гибель приемного родителя. По мнению краевых специалистов, в предложенном законопроекте достаточно спорных вопросов. И реализовать на практике пока возможно не все. То, что предлагается в законопроекте, это психологическое тестирование на готовность граждан, которые планируют дать ребенка в свою семью, совместно проживающих, как написано, совершеннолетних дееспособных. Есть некоторые нюансы. Во-первых, я уже сразу думаю о том, какие психологи, готовность к тому, чтобы провести такую процедуру. Потому что количество граждан, которым нужно посетить психологов, увеличится просто в разы. Предложенный столичными экспертами законопроект, регулирующий процедуру усыновления, сейчас активно обсуждают на местах. Между тем, глава Министерства просвещения страны уже высказала свое категорическое против сокращения числа детей в приемных семьях до трех. По словам руководителя ведомства, законопроект не был согласован и будет обязательно пересмотрен. Столичные чиновники намерены вести диалог с экспертным сообществом. Ведь от решения взрослых зависит судьба многих детей. Елена Кузовкина, Алексей Фризин. Наши новости.